Так, здравствуйте, мои хорошие! Мы начинаем серию танцевально-двигательной терапии. Это такое направление, когда вы можете сделать самоисследование своего тела. Вы можете посмотреть, откуда строятся ваши движения. Вы можете сделать своего рода такую самодиагностику своему телу, чтобы посмотреть, где существуют мышечные блоки, зажимы. И также пойти дальше сквозь это, исследуя свое тело, свое состояние, чтобы, наконец, освободиться от этих блоков, может быть, даже что-то понять о них глубже. Потому что сейчас в танцевально-двигательной терапии то, что вы будете стараться делать, здесь не идет речь о том, чтобы выглядеть как-то хорошо, что это какой-то сценический танец или надо как-то вот себя преподать. Просто здесь задача ваша – двигаться и ощущать телом, что происходит внутри вас. То есть это больше внимания вовнутрь себя, для того, чтобы разобраться, где ваше тело, о чем вам говорит. И быть внимательным, быть внимательным ко всему, что происходит с вашим телом. И самые простые движения, которые мы с вами рассмотрим, это мы начнем, в основном это называют либо семь центров, их может быть гораздо больше, это может быть любая часть тела, которую вы хотите поисследовать. Но мы сейчас с вами сделаем серию небольших таких введений в ваше движение, для того, чтобы вы могли максимально почувствовать свое тело, свои внутренние течения, то, что у вас происходит внутри. Итак, самое простое, с чего бы я вам рекомендовала начать, это исследовать самую тяжелую часть нашего тела – это голову. Что мы будем делать? Сначала обычно я рекомендую делать привычные движения. То, что вы знаете из физкультуры, из того, что вы когда-то изучали, пробовали, делали. Ну, например, вот так. Вы знаете, как может двигаться голова, да? Она может двигаться вперед, она может двигаться назад. Я еще раз напомню, что старайтесь все это делать с таким, знаете, внутренней такой радостью, внутренним наслаждением, ощущая, как двигается ваше тело, как оно отзывается на то, какие импульсы вы подаете. Итак, самое простое движение – вперед, очень медленно делайте, потом назад. Без каких-либо усилий. Вперед и назад. После этого вы исследуете также привычные движения в сторону. Настолько, насколько позволяет ваше тело. Не надо делать каких-то насильственных движений. Просто настолько, сколько это возможно. Самое главное – вот этой внутренней радостью. Просто исследуйте знакомые для вас движения. Потом вы можете просто положить, посмотреть, насколько голова двигается. Где существует такой предел вашего движения. Можете сделать круговые какие-то движения. То есть все, что вам знакомо так или иначе за тот период жизни, который вы пришли. И после того, как вы поделали уже знакомые движения, я предлагаю исследовать, пойти дальше того, что узнает ваше тело. Представить на какой-то момент, что вы как будто отпускаете свою голову на свободу. И идеально можно представить, как будто вокруг вас бесконечное количество точек вот этого огромного пространства. И как будто ваша голова начинает рисовать абсолютно свойственные или наоборот несвойственные движения. Без каких-либо правил. Просто вы в этот момент чувствуете, что происходит. Идеально чуть-чуть прикрыть глаза, чтобы почувствовать вот это внутреннее состояние и слегка отпустить голову. И вот здесь уже нет никаких правил, нет заученных движений. Вы просто двигаетесь, двигаете свою голову так, как ей хотелось бы двигаться. При этом последите за тем, чтобы ваше дыхание было свободным. Остальное тело особо не включается. Вы можете это делать в спокойном движении. Как бы и следуя. Вы можете почувствовать это в большем режиме. Здорово, если это вы делаете либо в полной тишине, либо вот так вот под шум прибоя. Либо поставите себе приятную музыку. И следуйте за такой внутренней улыбкой. И через какое-то время мы с вами пойдем еще дальше, когда вы представите, что за головой начинает двигаться все ваше тело. И потом постепенно замедляйтесь. Наконец, совсем прекращаете движение. И наблюдаете, как будто ваша голова продолжает танцевать внутри. То есть ваше внешнее физическое тело уже не двигается, но внутри продолжается ваш танец. Просто стоите и наблюдаете. Столько времени, сколько это вам нужно. Вот в такой серии упражнений мы пойдем сейчас с вами дальше, исследуя часть тела за частью тела. Спасибо. Если вам понравилось первое упражнение, тоже ставьте лайки, оставляйте комментарии. Также, конечно, подписывайтесь на наш видеоканал. С вами была Светлана Вицукова на берегах Шарной Шейха.